То есть для того, чтобы в сотворчестве творить со всем этим миром, социумом вместе скомпоноваться, создать целое, нужно отделиться, чтобы познать себя, кто я, что я могу принести в этот мир. И только вот с этими знаниями, когда я отделился, стал индивидуальным, уникальным, увидел свою уникальную ценность, увидел свою уникальную суть. Я ненавижу эти слова, потому что сейчас блогеры, блин, фоцыгане просто их используют направо и налево. Я вообще не про это. Я закладываю эти слова другие смыслы. Когда ты уходишь от этого целого, от серой общей массы, которая как белый шум, уходишь в свою индивидуальность, изучаешь себя, и ты потом уже можешь обратно присоединиться к этой массе, создавать целое, общее в сотворчестве, творя вместе с кем-то. Но когда ты уже знаешь о себе, ну то есть слиться обратно в целое, то же самое у тебя. Тебе надо сначала от внешних целей уйти, от внешних желаний, отказаться от всего вот этого, что всё, я отказываюсь и разрываю все связи свои. И привязки, к которым я привязался, и хожу вот так вот вокруг дерева, вот привязался к дереву на верёвочке, к цели, к деньгам, к сделке, к дому. И хожу вот так, и я не могу от дерева далеко отойти, то есть я себя ограничил в действиях, в движении, я не иду туда дальше. Это вот чтобы тебе образы эти помогали понять мою информацию, я не только вербально, я ещё и в образах пытаюсь сказать, и словами пытаюсь сказать, зашифровать кучу инфы разными способами. Так вот, ты как дерево отвязываешься, отрезаешь эту верёвку и отходишь от этого дерева, чтобы потом к нему вернуться. Мы уже в новом качестве, уже с новым собой, то есть с целостным. Например, с отношениями, то же самое с отношениями. Мы берём отношения, вы живёте там с мужиком, с которым давно нет уже связи, отношений, но вы с ним держитесь. Ну, есть отношения на уровне бумажки, там муж и жена, но вы друг друга там ненавидите, ссоритесь, не можете уйти там по причине дети или какая-то ещё причина страшная, некуда уходить, а где я буду жить. Ну, короче, у всех с разной историей. Расстаться хочется, но страшно, а вдруг лучший не встретишь. Ты то же самое про отношения, я тебе про бизнес говорю. Поставь за место этого мужчины или женщины, или ребёнка, или работы, или денег, или бизнеса, неважно, что мы туда поставим, за место этого дерева. Мы привязаны на верёвочке к этому дереву, да. По каким-то причинам мы этого хотим, да, вот, чтобы связь эта была крепкая. Чтобы мы достигли, не разорвались, короче, к тому, к чему мы привыкли, никак не могли отвалить оттуда. В общем, мы концентрируемся, чтобы не отходить от дерева, грубо говоря, от квартиры своей цели, от сделки своей цели, от мужика, от женщины, от детей своих, которые уже выросли, пофигу. Дальше. Этот мужчина, я с мужчины начала, или женщина тебе показывает кучу всяких программ, ради которых ты завёл эти отношения, чтобы изучить себя. Но когда ты вырастешь, изучишь себя, да, этот учитель тебе уже, в принципе, особо и не нужен будет. Многие говорят, типа, можно ли я трансформирую все шаблоны мышления, чтобы наладить отношения с этим человеком и остаться с ним? Ну, или наладить все отношения, трансформирую шаблоны мышления, чтобы остаться на этой работе? Или трансформирую все шаблоны мышления, чтобы остаться на этом бизнесе? То есть можно ли я проработаю со своей головой, что мне показывает это дерево? То есть бизнес, человек, деньги, работа, неважно, можно ли с этим остаться? Я просто потерплю этого абьюзера или абьюзершу, или эти токсичные рабочие отношения, или этот провальный бизнес и реанимирую. Можно ли реанимировать дерево, если я проработаю шаблонами? Такой частый вопрос у меня. Чем ты сейчас и пытаешься со мной заняться? Реанимировать дерево, реанимировать бизнес, сделку, например, что угодно. Проработать. Сейчас попью водички. Интерес возбуждаю, интерес возбуждаю, чтобы вы что-то в это время могли думать, какие-то предположения, чтобы тоже шестеренки думали ваши, зачем я это все говорю. Так вот, возьмем отношения на примере. Просто переключаю. И когда я переключаюсь между деревьями разными под названиями, отношения, люди, бизнес, сложно может восприниматься. Давайте возьмем отношения. Потом отдельно там с бизнесом. Окей. Вот он вам показывает кучу всего, чему вы должны научиться. То есть он, все, что вам в этом человеке не нравится, он вам показывает то, что вам этого не хватает использовать как ресурс на пользу. Вот вы начинаете прорабатывать, и вы другой. Но он уже не соответствует вашему отражению. Правильно? Ну, если вы себе дали то, что вам не хватало, то, что он отражал. Пора его покидать. Либо он поменяется. Мы не знаем. Может поменяться бизнес, может поменяться человек, может поменяться дерево. Вот вдруг из апельсинки стать осинкой. Вот мы не знаем. Но мне надо разорвать лучшие связи в самом идеальном варианте. Дать себе для целостности то, что мне нужно, то, что мне не хватает, то, что человек мне транслировал, все свои недостатки, которые мне недоставали, я в свою целостность влепила. И я уже целостно начинаю отражать себе другое отражение в виде другого человека. То же самое с работой и с бизнесом. Я сначала забываю об этом всем нафиг. Выписываю оттуда, что мне транслирует в мой бизнес. Мы с тобой на два этапа поделили. Переводим, что говорит душа, и выписываем шаблоны. Это те недостатки, которые бизнес тебе с деньгами говорил. Шаблоны, табличку делаем. Вот. Мы, получается, с тобой берем все эти шаблоны с чувствами в свою целостность, возвращаем. И у тебя уже отражение твоего бизнеса, и отражение твоей женщины, и отражение твоей мамы меняется. Окей. Окей. Что окей? Понятно или нет? Я писал все за тобой. Ты что, думаешь, я тебя слушал просто так, что ли? Так, и... Я параллельно думал, параллельно писал... Переводи на себя. Ты не переводи на себя, ты просто, например, сначала других, потом на себя переведешь. Вот ты сейчас ищешь женщину со своими шаблонами. Вот, например, у тебя не хватает чувства уюта, комфорта, безопасности, любви, счастья, радости. Ты не являешься этим, не живешь этим. Твоя женщина, блядь, какая будет? Сколько бы ты их не находил? Такая же без этого. С такими же дырами, которые она не сможет тебе закрыть безопасность. Тебе все время с ней будет опасно. Она не закроет тебе комфорт и уют. Вы все время будете в конфликтах. На эйфории для оплодотворения нам природа дает второго человека. На три месяца, чтобы смогли добиться продолжения рода. Все. Дальше ни о какой любви речи нету. Но если ты хочешь комфортные отношения, тебе нужно задаться целью, что у тебя будут тренажеры. Одна будет тебя стажировать, тренировать. Ты пойдешь осознанно со всеми ее недостатками принимать и любить, долюбливать все эти шаблоны, которые тебе не хватают, недостатки. Доставать себе эти ресурсы. Тренироваться. И она может поменяться, может нет. Знать, что это тренажер, потому что моя целостность, я изменюсь, нам уже будет не по пути. Если ее душа тоже пришла меняться вместе со мной, окей, она поменять с тобой. Если она пришла просто как учитель тебя поучить, но как бы у нее там все в порядке, вы разойдетесь. То есть не ждать себе на всю жизнь этого человека, а понимать, что на всю жизнь человека ты найдешь, с которым будет комфортно, к которой любви вы там идеальны стремитесь, как в фильмах, это когда твоя целостность будет максимально целостной. И у нее тоже самое будет, да? Когда вам не надо друг дружка доить, ну в идеале, когда вы все чувства дадите себе сами и будете просто друг друга транслировать вот эту целостность, и вам будет просто хорошо вдвоем ни почему. И она тебе будет нужна не потому, что она тебя вдохновляет, и не потому, что она тебя любит, и не потому, что она тебе дает чувства просто потому, что есть она рядом. Вот я хочу, чтобы она просто была у многих такое желание, а это из-за недостатка «я есть». Ну то есть я не чувствую себя, просто я есть, я не даю себе просто быть. Поэтому я хочу, чтобы кто-то был рядом. Ну то есть когда мы не даем себе то, что хотим рядом с кем-то, то это тоже не получим, мы будем это отнимать вне, чтобы искать это в себе. То есть многие говорят, я хочу, чтобы она меня любила от недостатка любви к себе, правильно? Или я хочу, чтобы она меня радовала от недостатка радости в себе. Человек не умеет радоваться. Или я хочу, чтобы она стояла рядом и просто была. Пофиг какая. Лишь бы были ноги, руки и хотя бы просто хоть что бы, хоть кто-то был. Это когда я себе не признаю своё быть, не признаю своё я, не признаю своё существование. Поэтому я хочу, чтобы рядом кто-то существовал. Когда я говорю, я хочу, чтобы она была просто красивой, я тоже, ну и показать её там кому-то и ходить такой, посмотрите, я крутая, у меня красивая там девушка. Для статуса, блин. Тоже в себе надо эти дыры закрывать. И не важно, что мы хотим от партнёра, мы в себе должны эти дыры закрыть. Можно найти этого партнёра и учиться их закрывать с этим партнёром. Но не ждать, что он поменяется, не стараться его менять, а только себя и знать, что это временный вариант. Тренажёр мне отучится. И этот временный тренажёр может остаться со мной навсегда полюбовно. То есть, а может и уйти. Я не знаю и не буду загадывать. Но пока здесь сейчас мы любим друг друга нам хорошо, мы это будем делать. Всё. Так, окей, хорошо. С бизнесом тоже самое. Переведи женщину теперь на бизнес. Давай, давай. Вот теперь ты. Хорошо. В бизнесе получаются сделки. Если, получается, они срываются или не проходят, или проходят как-то не так, то у меня внутри нет этого состояния, либо я это в себе не ощущаю, либо во мне этого нет. И тогда это, получается, транслируется вовне, как недостаток. И я хочу другого, большего, лучшего, а внутри меня этого просто нет. Оно как бы есть, но оно отрицаемое и незамечаемое. Подожди, подожди, подожди. Получается, если негативное, транслируется внешне, то, получается, во мне есть негативное. А если я хочу что-то лучшее, то у меня лучшего этого во мне нет. Я правильно понимаю? Нет. А как тогда? В нас есть всё, кроме самого отсутствия. Давай запомним аксиобу. Так. Ты это не используешь. Если в жизни мне транслируют срывы, провалы, напряжение, недовольство, что там я, сука, написал ещё, ёбаная, зараза, блядь. Дискомфорт, напряжение, боль, неуважение, неисполнение обязательств, срывы, скотское, ублюдское поведение. Вот это всё, это, получается, во мне сидит? Конечно. То есть я это транслирую во мне? Да. Но я хочу, чтобы было легко, комфортно, в удовольствие, счастливое, кайфовое, успешное, получение денег и так далее. Песелушки все. Это тогда как не сделать? Это тоже есть в тебе, но ты это не используешь, ты этим не являешься, ты это не видишь, ты не живёшь комфортно, хотя мог бы. Ты не живёшь счастливым, хотя ты и так счастлив, просто ты не знаешь, что ты счастлив, и нужно понять, что ты счастлив. Поставить себе цели. Ты хочешь внешнее опять, у тебя все вопросы направлены, как, блядь, через внутреннее решить внешнее. Хух, похуй, не скажу. Ты всегда мне задавай вопросы, как мне внутреннее через внешнее решить. Хорошо, без разницы, да пизды. Вот, мне кажется, есть плохое. Ну, как ты говоришь, ну, подожди, стой. Мне надо понять это. Вот есть плохое, которое я сейчас транслирую постоянно. Правильно? Правильно. Есть хорошее, которое я тоже понимаю, что, оказывается, оно во мне тоже есть. Есть и то, и другое. Но почему-то я транслирую постоянно в мире получаю плохое, а хорошее не получаю. Потому что ты за хорошим гонишься вовне, а тебе надо внутри это хорошее обнаружить. Когда ты за хорошим гонишься... Ну, ладно, давай не за хорошим. Ты когда за уютом гонишься... Внешним. И не испытываешь уют, то что ты испытываешь? Боль, одиночество, недостаток. Ты испытываешь неуют. Давай одно слово, противоположное ему написать. Хорошо, ладно. То есть, если я хочу купить квартиру, чтобы испытать наконец-то уют, который я не испытываю, а что я испытываю? Я испытываю неуют. А если я испытываю неуют, то что вовне я получаю? Неуют, блин. Всё? Всё логично. Здрасте. Распешитесь. Надо уют и неуют сначала, чтобы это всё сделать, надо провести работу, трансформировать хотя бы этот шаблон. Уют, неуют. Почему это одно и то же? Что это за чувство? Как его применять? И задаться себе целью с эйфорией, уйти из внешних желаний на внутренние. Только внутренние желания должны быть. Как испытывать этот уют? И всё своё внимание направить не на заработок денег, не на заработок квартиры, чтобы получить уют. А как я могу найти уют? Ты должен всю жизнь потратить для того, чтобы понять, как испытывать уют. Ты должен всю жизнь потратить, как научиться любить. Ты должен всю жизнь потратить, научиться радоваться. Твои цели должны полностью поменяться. И эти цели ты должен всю жизнь изучать и идти к ним. А ты идёшь не к этим целям, ты идёшь к искусственным целям, которые якобы тебе это дадут, но они никогда тебе этого не дадут. Ты хочешь внешне получить это. А тебе надо... Давай, жду. Если ещё раз. Я одно понял, что если я транслирую вот этот нехороший сценарий, то это во мне есть. И я, получается, это во мне есть. А во мне есть и другое, хорошее. Хороший сценарий. И я тоже могу его транслировать. Они оба этих сценария есть во мне. Но транслирую я плохой сценарий, потому что хороший я не осознал. Я правильно понимаю? Да, когда ты откажешься от двух сценариев вовне, и тебе будет пофигу на эти сценарии внешние. И когда ты только будешь искать, как мне дать себе уют, и просто не дать себе уют как, да, а пытаться каждую секунду жить уютно. Всё. Когда ты будешь всю жизнь учиться этому, и будет внешний уют. Но это только когда ты пять целей поменяешь свои. И теперь у меня более-менее доходит. И я каждый раз, в тысячный, в течение там, сколько, двух месяцев, говорю, я понял. Мы идём в новое. Смотри, ну как бы, ну вот так. Ну что я могу сделать? Все, кто смотрит это видео, кто может мне его транскрибировать, сделать его в текстовом варианте, блин, вообще было бы классно. Скиньте мне, кто может. Вообще есть программы, да, наверное, с видео текст снимает быстро. Надо узнать, где это сделать. С голоса снимает текст. Ну вот с видео. Зачем тебе видно? С часового голоса тоже будет текст снят? Конечно. А какая разница? Есть программы, которые с голоса, с любого сообщения снимают текст. Да? А что за программа? Потом скажешь? Ну, у нас в чатах во всех компаниях стоят программы, которые все сообщения голосовые переводят сразу же в текст. Голосовые, это да. В Телеграме всё переводится. А видео не переведёт. Написано слишком большой объём инфы. Только маленькие сообщения Телеграм переводят. Ну да, надо программу какую-то с большого видео снимать. Так, мне осталось всё. Три морковки я допиливаю, и я ухожу. Я ещё не завтракала. Я уже пытаюсь совместить нашу работу, блин, с готовкой. Морковку всё никак не могу допилить. Давай последний вот этот кусочек дочитай. И тогда я первый раз нормально оделся и жил в более-менее хорошей квартире, когда ты на эйфории был, да? Мы продолжаем вот эту первую твою часть. Квартира — это дом. Дом там, где я. Это просто я и моя душа. То есть одежда — это защита. Это мой образ. Это моё видение моих проявлений, можно так сказать. И тогда, когда я был в эйфории, в наслаждении, сейчас изолировав себя от внешних желаний, только сосредоточившись на себе, и тогда я в первый раз нормально был в комфортном для себя образе и чувствовал защищённость, то есть уверенность в себе в своём образе. Я есть. И жил более-менее в душевном комфорте. Когда отказался от внешних этих целей, тебе душа прямым образом говорит, ты же не просто так мне написал, что я тогда в первый раз оделся нормально и жил в хорошей квартире. Оделся — это образ, да? Я чувствовала комфорт на себя в своём образе, когда отказался от вот этих внешних целей. Круто? Ты за внешним миром наблюдаешь, как эти сделки делаются. Ещё раз одеваем VR-очки. Каждое с тобой видео. Одно и то же. Я тебе говорю, пока ты не пройдёшь эту игру, не сходишь. Запишись завтра. После этого ты поймёшь, о чём я пытаюсь тебе сказать. Чё я два месяца тебя прошу? Иди, запишись в VR, поиграй на час в VR-очках. Мне надо это сделать не для развлечения взрослого мужичка. Мне это надо в терапевтических целях. Понимаешь? Это очень важно. Иди, одень VR, и потом расскажешь. Хорошо. Ты сейчас одеваешь очки, примерно его представь, да? Одеваешь вот этот... К чему я про VR говорила? Так, сейчас прочитаю. Вот я обозлилась на себя. Первый раз оделся. И тогда в первый раз я нормально оделся, жил в более-менее хорошей квартире. Так. Я нормально был в комфортном образе себя и чувствовал защищённость, то есть уверенность в себе. А, вот к чему я это говорила. Ты одеваешь VR-очки, начинаешь играть в эту игру, тебе интересно в неё играть, ты полностью в неё вовлекаешься, ты чувствуешь, тебе там страшно, тебе там интересно, тебе там радостно, ты боишься там упасть, ты перепрыгиваешь, и реально со стороны это смешно наблюдать. Человек идёт, там боится, там по жорточке пройти или ещё что-то. Это прям... Реально, ты вовлекаешься, но задним числом ты понимаешь, что это игра, и тебя там не убьют по-настоящему, хотя ты там ходишь, там стреляешь, тебе страшно, ты прячешься за стену, испытываешь животный страх, там всё жим-жим, но ты это чувствуешь и одновременно понимаешь, что жизнь игра. Ты смотришь сейчас так же на все свои сделки, там миллиард, там 10 миллиардов, там 5, там, короче, банк, там люди, там на игру просто. Вот это просто игра. Я в игре хочу пойти туда, моя цель до красного флага дойти, моя цель убить там 10 чуваков, моя цель три сундука собрать. То есть ты цели ставишь, желания свои исполняешь, ты к ним идёшь, ты не просто ушёл в себя как болванчик, мы в крайности не уходим, мы за внешним миром следим, наблюдаем, но мы не вмешиваемся туда, мы играемся этим. И вот эти цели, они не важны для нас, они есть, они нам интересны, и мы просто играем. Но это не такая важность, сверхважная, что вот если я этого не достигну, моя жизнь кончена, блин. Либо только достигнув того сундука или флага, я порадуюсь. Да пофиг, достигну его или не достигну. Да, я буду больше радоваться, когда я до флага добегу. Но если я добегу за секунду до него, мне неинтересно, игра закончится, и всё, тайм, вот этот сет с людьми, которые мы там в команде собрались в верочках, мне интересно будет. А вот когда мы там побегали, попрыгали, побольше чуваков, побивали, нам интересно. И мы наслаждаемся вот этой игрой. Да, у нас есть цели, но нет цели её прям сегодня закрыть. Потому что мы хотим поиграть. Ты должен на жизнь смотреть на игру, вот ну хотя бы вот так. Я не знаю, как это тебе объяснить. Вообще вот эти слова, смотри на жизнь как на игру, многие скажут там со стороны, это бред, надо контролировать там жизнь. Я с вами тоже согласна. Но в данном твоём конкретном случае, чтобы научиться чувствовать, ты никогда не испытывал радость, ты не испытывал любовь, ты не испытывал эйфорию. Вот эту настоящую душевно-сердечную. Ты как робот живёшь. Чтобы тебе разбудить эти чувства, тебе придётся представить, что поиграть в эту игру временно. Придётся представить, что жизнь игра, несуществующее кино, голограмма просто какая-то. И побыть в себе. Но когда ты в себе побыл, обнаружил все эти чувства, научился любить себя просто не почему и быть здесь сейчас просто не почему без цели. И когда ты радоваться будешь от каждого, ну от всего, ну потому что я есть, блин, мне уже хорошо. И тогда ты уже можешь выйти на серьёзках, уже в эту несерьёзную игру, и уже серьёзно там играть, добиваться цели, но с другим сознанием, понимаешь, целостным вот этим гармоничным. Когда ты чувствуешь этот мир офигенный, проживаешь с кайфом, а не просто вот у тебя цель, ты вообще не чувствуешь даже вот, ну как робот, блин, какой-то замороженный, да. Тебе надо только вот, всё, деньги получу, и вот вдруг расслаблюсь. Ни хрена, ты должен расслабляться в любых условиях, как и напрягаться. И понимать, что расслабиться мы не можем, не напрявшись. Я только в напряжённом состоянии могу почувствовать, понаблюдая, как моё тело расслабляется, ну после того, как я напряжённый, да. Мы не можем одновременно всё время быть расслаблены, с чего, с какого момента, с какой ты точки будешь расслабляться, если ты не был напряжённый. Ну, понимаешь, это вот я всё про шаблоны говорю, что надо их сначала вместе совместить, понять, что одно без другого не существует, и что твой комфорт в твоём дискомфорте, именно в твоём движении, передвижении, переменах постоянных, и что твой уют тоже не в уюте, который рисует тебе ум, расложился я на диване, такой уютный, у меня закрыты все базовые потребности в деньгах, в жилье, в женщине, в роде, ну типа закрыли, мне типа уютно. Нет, это тоже, это просто образ, который рисует ум, искусственный, но на самом деле это не тот уют, который тебе ум пытается нарисовать. И ты думаешь, сейчас ты найдёшь женщину, и у вас будет любовь, и ты будешь любить. Нет, это не та любовь, которую ты хочешь на самом деле чувствовать настоящую. Это не связано с женщиной, твоей любовью. И уют не связан с домом. И те деньги, которые тебе закрывают разные потребности в чувствах, и настоящие эти чувства, такие же, они не связаны с теми чувствами, которые ты думаешь, что ты будешь испытывать. Это не те, они отличаются. То есть, ты бежишь за нарисованными картинками мозга, да, вот как морковка впереди ослика. Ну как бы, не можешь её достичь? Но когда ты расслабишься, и тебе будет естественно любить и чувствовать любовь, просто не почему, когда эти чувства будут тобой, то, соответственно, весь мир будет окружён любовью, да, и все, ну, твои мысли, они будут с любовью. Организовано пространство будет там, где в этом пространстве много радости, много любви, много там счастья, много ресурсов, там много денег, пофигу что, материальное, нематериальное. Когда для тебя будет это внутри естественно, тогда и внаружи, снаружи это естественно. Но чтобы обнаружить всё это естественно внутри, блин, надо цели перемозговать, отказаться от внешнего пока на время, чтобы познать в себе эти чувства, да, и вернуться уже в этот мир. за этими целями, можно так сказать. Которые особо тебе и нужны будут, и не нужны. Ну, как бы, я хочу изучать английский нахрен, но я понимаю, и не нужен. Могу без него вообще. Не умру, и это меня не беспокоит, а тебя беспокоит, понимаешь? Все твои цели должны перестать тебя беспокоить. Они просто есть. Есть же ориентиры, есть цели, есть желания. Хочу вот добиться, там лес посадить, как ты хотел, там кучу-кучу деревьев высадить, да, засадить леса. У тебя очень классная цель, да, но она не должна тебя беспокоить. Ты просто знаешь, что ты ее сделаешь. Тебе нужно задать себе вопрос, да, какие люди, какие ресурсы, какая информация мне для этого нужна, какие бумажки, какие лицензии, там, ну, какой там путь, как это организовывается примерно. И во время этого изучения ты должен получать неимоверную, блин, эйфорию, кайфа вот этого процесса. Без желания закрыть по-настоящему этот конечный результат. это я тебе из, ну, с конца все вот уже рассказываю, да, хотя бы как ориентир. То есть еще раз, последний вот этот момент, и я пойду. И тогда первый раз нормально я оделся и жил в более-менее хорошей квартире. То есть тогда первый раз я нормально был в комфортном для себя образе. Я чувствовал себя комфортно, просто, вот я есть и все. И это не потому, что какая-то внешняя мишура меня окружала. Я просто в коробке могу так себя почувствовать. Обратите внимание, что чувство защищенности, образ себя, а-ля я уверенный, комфортный, расслабленный, дает проявление и внешнего комфорта. Да, я вот тебе там это дописала. Выделяю сейчас, я достаточно быстро сделал предложение. Я вот это вот буду с тобой разбирать завтра. Давай. Или завтра, или послезавтра. Завтра у меня стоматолог. Я поздно вечером приеду, ну, после 8-9. идти. Ну, ладно, нормально. Все, ты доволен? Выводы, инсайд? Давай, инсайд сегодняшнего дня. И что бы ты зрителям пожелал? Давай, инсайд и зрителям? И зрителям бы я пожелал, чтобы они еще раз смотрели то, что ты сейчас разбираешь, то, что мы сейчас разбираем. И если это выставляет как бы инсайды, то и отлично. Значит, обмен энергией происходит, это здорово. Для себя я хочу понять, я понял, что как бы нету вот этого прохождения через боли и всего остального, а этого не надо делать. А если оно рядом, все вокруг, вот, просто вот этого получается, я просто на это обращаю внимание, а на это не обращаю. И во мне этого просто нет сейчас. Получается, так как во мне вот это есть, я это и транслирую миру. Есть, нет, шаблон, надо с тобой еще раз его проработать. Не говори, что во мне этого нету. В тебе это есть. Хорошо, во мне это есть. Ты уже счастлив, просто не знаешь об этом. Фокус внимания надо бы обратить внимание. Переключить внимание с внешней цели на внутренний. Все, это тебе подсказка, ключ и ответ. Ну вот уже много раз он прозвучал. В тебе есть счастье, любовь и радость, которая в данный момент уже есть. И она транслируется, но ты не замечаешь, потому что ты смотришь туда. То есть, надо смотреть внутрь себя, во мне это есть. И обращать внимание на это. И чувствовать это, и проживать это. Да, я думаю, видео надо тебе включить. И обращать внимание. Еще раз посмотреть. Обязательно. Досмотри прошлое и сразу включай это. Уже все ответы были даны, все подсказки были даны. Кочинг можно было бы оставить, но я думаю, мы дочитаем, да, и все эти шаблоны еще поработаем. Еще раз. Вот первый раз тебе маловато было. Хорошо. Еще раз их поглубже. Давай удачки. Нет, не удачки. Удачка это у жертв. Давай, твори, кайфуй, проживи максимально сегодняшний вечер, что завтра не наступит. Он последний день в твоей жизни. Проживи его вот таким образом. Вот что бы ты хотел делать? Просто кайфовать. Вот давай. То, что захочу сделать, то я буду делать. То, что человек будет откликаться в душе, то я буду делать. На что будет желание удовольствия, то я буду делать. Да, и обрати внимание, что меньше делать, а больше наблюдать, что внутри чувствуешь. Тут важный момент, фокус внимания именно на это направить. Мы просто этого не замечаем и не видим то, что есть. И все. А проблема в этом, что мы не туда смотрим. Это даже коренные проблемы. А все есть уже. Все, давай, пока. Ребят, всем пока. Пока.